Вы свою жизнь, свою деятельность, все свои силы посвятили науке. И в этот день вы посвятили тому, чтобы сохранить наш богатейший язык, традиции и культуру. И в этот день я хочу у вас спросить. Оглядываясь назад, на несколько десятилетий, вы сейчас можете сказать, что вы тогда выбрали правильный путь? Быть ученым – это не райское блаженство. Это очень тяжелый труд. Ты не имеешь права допускать ошибку. Есть научные труды некоторых людей, которые за счет принижения других народов, возвышая свои народы, стараются как-то писать какие-то научные труды. Это неприемлемо в науке. Писать, работать, исследовать. Все, что касается твоего народа, оно не должно быть националистическим. В этих твоих работах никакого плагиата не должно быть. Твой труд должен быть доказуемым, честным, порядочным. Вот для меня это кредо моей работы. Все мы знаем, что основная деятельность ваша, основная тематика вашей деятельности – это сохранение языка, сохранение культуры, традиции. И вот в свет совсем недавно вышла ваша уже десятая книга авторская. О чем она? Вот перед вами две книги последние. Это мои любимые книги. Возможно, я уже созревший как ученый, я по-другому взглянула на культуру своего народа. И я заметила, целые пласты при приселении карачаевского народа забываются. И сейчас основная, даже московские ученые нам говорят, сохраняйте лексику, сохраняйте свой, вот каждый лексикон, потому что исчезнет язык. Вместе вот лексика же сохраняет наш язык. И я обратила внимание, вот посмотрите, сохраняя свой язык, это зоонимическая терминология, название всех животных, животных, насекомых. И сохранен этот пласт. И когда я вот работала над животным миром, вот крупными животными, а в основном же наш народ скотоводством занимался, и вот терминология и лексика, огромный пласт укорочается, это землетрическое. И когда я закончила этот пласт, я заметила по ходу, что пласт вот птиц, терминология птиц, орнитонимия, вообще нигде не изучен. И каково же мое удивление было, когда я начала собирать термины, орнитонимические термины, около 500 наименований птиц на карачаево-балкарском, русском, английском языках зафиксировано. Вот последняя книга. Это целый пласт, и туда не только терминология, это пословица, это поговорки, это фразологизмы, это крылатые слова. Вы представляете, вот бабушка Карачаевка в Архизе мне говорит, а вы знаете, говорит, это сто лет тому назад, мой отец говорил, вот такую поговорку, когда к весне мало становилось еды для скота, даже гуси хотели есть сено. Вот такие поговорки, пословица, поговорка. Очень много фразологизма. Я помню, месяц я искала на Карачаевском местке, как называется, гребешок курицы-петуха. Кекереги, вот называется, или толкну, кекереги. Если кто-то думает, вот это очень легко, и вот бывает, вот трудишься, устаешь и бросает, уходит. Вот тут нужен уже характер, тут нужно действительно показать, что ты любишь свой язык, свою культуру. И мы дочери, мы не должны еще забывать, что мы дочери высланного народа. Народ, который выслан в тюрькоязычную среду, чтобы быстрее ассимилировался и исчез, вообще исчез. И вы представляете, наши родители в такой дни голода, холода, пережив все это, сохранили нам язык, фольклор, песни разные, да, лирические, любовные песни. И мы здесь, на родине сегодня, когда имеем возможность изучать это в школах, у нас по телевидению передача, да, на родных языках, по радио. И я встречаю родителей, которые идут, пишут заявление, что мой ребенок не должен изучить родной язык. Я уверена, что этот ребенок никогда не будет полноценным гражданином, сыном своего народа, если он не будет знать свой язык, свои культуры, переданное матерью, собственно, молоком матери, язык, у нас же называется анатель, язык, это родной язык, материнский язык переводится. Человек, который не знает своего языка, фольклора, истории, литературы, это человек без фундамента. Фатима Пахаратовна, в качестве научного сотрудника вы участвуете во многочисленных научных форумах, конференциях, часто выступаете, выходите на связь с людьми науки из других регионов. Я знаю, что вы даже выступали со своей лекцией, со своим выступлением на Ассамблее ООН. Какие у вас были самые запоминающиеся выступления? Я довольна одной из своих выступлений в Ассамблее народов России, где был поставлен вопрос о фальсификации извне такой великой отечественной войны. Вот от чумы, коричневой, мы освободили всю Европу. Я там выступила, участие, кратчайца, в великой отечественной войне. И первые минуты были Владимир Владимирович Ковтин и Светлана Костинская, которые организовали с Москвы вот эту конференцию. И привела пример. На примере Залиха Теркеновой, которая погибла в каньонах Кисловодска, не выдав все испытания, выдержав все испытания, не выдав вместо находящегося своего партизанского отряда. И в этот момент ее муж сражался в Ленинградском фронте. Я задала вопрос. Ее пятилетняя девочка чем была виновата, чтобы ее выслали? Разве дети рождаются преступниками? 20 тысяч детей, которые погибли от голода-холода. Я с открытым текстом сказала, вот теперь внуки этих детей, они внуки двух героев или высланного такого народа? И ответьте, пожалуйста, на этот вопрос. И весь зал, вот все участники высланного народа, весь зал гремел. И я сказала, надо пересмотреть участие репрессированных народов в Великой Отечественной войне. В нашем разговоре вы сказали, чтобы сохранить культуру, чтобы сохранить народ, в первую очередь нужно сохранить язык. Я, конечно, с вами полностью согласна. Но вот в этот бешеный век глобализации, когда все так быстро меняется в этом современном мире, вы, ученые, что можете предложить, чтобы сохранить наши исконные коренные ценности? Мне понравилось, когда еврейские ученые предложили вот такой метод. Когда у них на иврите никто не стал говорить на родном языке, тогда они все собрали. Они же по всему миру живут, да? И вот если ты живешь в России, говорит, русский язык хорошо знаешь, пошел, работал. Домой заходишь за порог, всегда разговаривай на родном языке. Дом. Если ты работаешь в США, на английском языке общаешься, приходишь домой, и все на родном языке. Исчезающий язык сегодня 6 миллионов евреев сейчас говорят на родном языке. Вот единственный язык среди исчезающих языков, который восстановил свой язык, это еврейский. А у нас еще есть надежда, что у нас считается унесткой уже исчезающими языками все наши языки Карачаево-Черкесской республики, абазинский, черкесский, карачаево-балкарский. К сожалению, вот даже объявление унесткой, что ваш язык исчезает, и это не проняло наш народ. К сожалению, выселение карачаевского народа, абсолютное исчезновение моего народа и этой дочери и сыновей этого народа, мало кто задумается. Есть, которые абсолютно об этом не думают, что исчезнет язык, и мы, как народ карачаевцев, не будем существовать. И нас снимут с карты мира. Вопрос глобальный, вопрос серьезный. И какая-то невидимая машина времени уничтожая, прямо превращая нашу культуру в асфальтную дорогу, уничтожает. Это я замечаю. И что мы с чего-то можем сделать? Мы все как одины, начиная со скотников, чабанов, учителей, один ученый не может сохранить язык. Все дочери и сыновья своего народа должны знать, что если не будет нашего языка, не будет нашего народа, к сожалению. Почему Расул Гамзатов сказал, «Ой, если завтра моего языка не будет, то я готов сегодня умереть». Мхеце Керим Уабазин сказал еще сильнее, «Пока у меня готовится омывальная вода, пока я не умру, — говорит, — буду говорить на родном языке». Великие умы все наши, да? Исмаил Семенов, на все предметы нашего языка есть на Карачаевском языке альтернатива. Это такой богатый, древний, красивый язык. В нашем языке можно петь колыбельные песни. Сегодня я хотела спросить у мамочек, которая из них поет колыбельные песни своих детей. Надо начинать с колыбели. Почему дома нельзя ставить свою музыку, древние, да, обычаи, традициях рассказывать. И больно мне очень. Иногда мне вот бывает такое вот ощущение, что я вот сдаю, а кто будет это читать и изучать. Ну вот у меня недавно пришел домой парень, молодой. Он оставил медицинский институт, фамилия Байкула. Он оставил медицинский институт, поступил в отделение карачаевского языка филологии и говорит, я буду делать все, чтобы сохранить свой язык. Есть из молодежи ребята, которые подходят. Фатимон Пахаратов, может, откройте школу родных языков, фольклор и литературы, да, вот совместную школу, чтобы те, которые не успели в городе как-то изучить родной язык, и мы хотим изучать. Есть молодежь, которая очень хочет свою культуру знать. Я очень надеюсь на нашу сегодняшнюю молодежь. В один день проснется и скажет, нет, наш фундамент – это все-таки наша культура, язык, фольклор. Вот это такой необъятный край красоты, когда начинаешь изучать песни, древние песни, любовные, лирические, читать литературу на родном языке. Я получаю огромное наслаждение, так как будто я увидела свою маму, обняла, и вот она радуется то, что… Вот мои родители, наверное, смотрят с неба и радуются, что я, наверное, на правильном пути. И все-таки то, что я оставлю эти книги, еще сейчас пишу, занимаюсь конкретно очень серьезной темой. Это язык нардского эпоса, древнейший эпос, который принадлежит и карачаево-балкарскому народу, и не только карачаевскому, многим народам Северного Кавказа. И читая язык своего нардского эпоса, древний язык, я еще раз убеждаю, там такие устаревшие слова, такие антропонимы, там такие аммонимы. Ну, такое богатство, богатый язык, карачаево-балкарский, древнейший язык в мире считается. И вы, наверное, знаете, что когда в Турции задали от Турки вопрос, как сохранить, вот ваш вопрос, как сохранить наш язык, потому что очень много зарубежных английских, греческих там слов, а своего родного не осталось, он как ответил, ищите народ Карачаи. И там на все ваши вопросы, на древнем карачаево-балкарском языке дадут вам ответ. Спасибо, Пахаратовна. Еще раз благодарю вас за участие в нашей программе.